Всех приветствую! В этом видео я хотела бы рассказать несколько слов о своем опыте питания. Несколько слов про текущий мой рацион. Это три такие принципа, как сострадание, умеренность и простота. Сострадание в первую очередь относится к вегетарианству, то есть исключение из рациона всех продуктов мясного происхождения. Мяса, рыба, птицы и так далее. И вот в данном случае, наверное, у меня какая-то благая карма или просто такое счастливое рождение, что когда я узнала, ну, примерно, наверное, 10 лет назад о том, что такое мясная продукция, мне совершенно не стоило никакого труда это просто исключить из моего рациона, потому что у меня не было к ней привязанности никакой. Ну, может быть, я уже рассказывала в каком-то видео, может быть, была какая-то небольшая вкусовая привязанность к продуктам уже постобработки, но тоже было совершенно непроблемно ее исключить, зная о том, что с точки зрения нравственности или же причинения вреда другим живым существам это будет большая польза, если это в свое питание не включать. Но я понимаю, что у людей, у многих есть привязанность очень страстная, очень сильная, именно к вкусу и не просто постобработке, а к другому виду. И вот в данном случае я считаю, что таким людям просто очень сильно не повезло в этой жизни, или же это, опять же, результаты неблагой кармы каких-то прошлых жизней или даже этой. Потому что что такое бороться со своей привязанностью, я знаю на примере других вещей. Например, у кого-то нет привязанности к сладкому, у меня она есть. Я понимаю, что у других людей может быть такая же привязанность и к мясным продуктам. И когда человек вроде бы и знает, что с нравственной точки зрения это не очень хорошо, и он душой, сердцем, умом понимает, что ему это не нужно, но есть сильная привязанность, и вот в данном случае, конечно же, это преодолевать очень тяжело. Поэтому здесь исключить было совершенно не проблема, и людям, которые пока не могут к этому прийти с нравственной точки зрения, я очень сострадаю, сочувствую. И желаю, чтобы подобные эфиры, подобные общения, подобные выступления помогали вам избавиться, преодолеть эту привязанность, каким-то образом найти альтернативу и всё-таки исключить из вашего рациона такие продукты. На текущий момент я не испытываю никаких страданий, и тело тоже не испытывает страданий в течение 10 лет от отсутствия таких продуктов. Но опять же, может быть, я не очень хороший пример, потому что ещё слишком мало времени прошло, и кто-то скажет, ну это на ресурсах прошлого, ещё тело пока живо и здорово. Но у меня есть примеры других людей, которые и 60 лет находятся на таком типе питания и тоже чувствуют себя хорошо. Поэтому в данном случае, опять же, это вопрос веры. Если вы считаете, что вам нужен какой-то определённый витамин или аминокислота, которая есть только в этом продукте, то это проблема ума, в большей части. Если вы в это верите, если вы будете себя прогнозировать на то, что исключите и будут проблемы, то чаще всего проблемы будут. Вот мне, например, иногда пишут люди, у которых есть проблемы с волосами, с ногтями, проблемы с кожей, и они это напрямую связывают с тем, что убирают из рациона мясо. Прямо в первых строчках вопросы всегда пишутся, вот я исключила мясо, и у меня началось. На мой взгляд, это просто такое самопрогнозирование, и результат в таком варианте, конечно, тоже получается. Но опять же, здесь всё индивидуально, я, конечно, не составитель рациона для других. Я считаю, что в целом, если вы верите в то, что без этого продукта вы будете себя отлично чувствовать, вы будете себя отлично чувствовать. Но тут вопрос силы веры, насколько она может быть у вас сильной, крепкой, обоснованной, и опять же, насколько есть поддержка в кругу единомышленников. Это тоже существенный момент. Второй мой принцип — это умеренность. Опять же, для меня это непросто, потому что ем я редко, но когда начинаю что-то есть, остановиться сложно. И пища вегетарианская, она может быть очень вкусная. Соответственно, вот с этим принципом до сих пор бывает сложность, особенно если очень долго была занята какими-то делами, давно не ела, то вовремя остановиться и не переесть очень сложно. Как известно, любое переедание, оно ведёт к последствиям, ну, помимо того, что страдают внутренние органы, и, ну, можно сказать, егическим языком включается такое томасичное состояние, состояние ещё более глубокого, сильного невежства, когда ничего не хочется, когда хочется только поспать. А помимо этого ещё и существует такой момент, как проблемы с весом. И здесь, наверное, слушатели, посмотрев на меня, скажут, что она вообще знает о таких проблемах, как лишний вес или проблемах как поддержания определённой формы. Я вас уверяю, я знаю об этом, потому что в связи с тем, что в этой жизни у меня такая конституция, и весь мой вес, он откладывается внизу. Соответственно, когда я увеличиваюсь хотя бы на один килограмм, у меня увеличивается именно эта часть тела, и это очень наглядно. И у меня был опыт по управлению увеличения веса на 10 килограмм, примерно на 10, и это было очень заметно. При том, что все мои друзья, можно сказать, коллеги по йоге, они, ну, очень тактичные люди, и никогда не делали мне каких-то замечаний, или же никак не подавали виду. А я сама руководствовалась таким правилом. Ну, я думаю, что некоторые женщины поймут, о чём речь. Главное, одеть правильную одежду, правильные брюки, и никто ничего не заметит. В то же время заметно это было очень сильно, потому что верхняя часть, она практически не менялась, но всё шло вниз. Так как я веду занятия по хатха-йоге, это очень видно и просто, даже без движений. Ну, и опять же, когда выполняешь асаны, любой лишний вес, любой, то есть даже килограмм лишний, уже чувствуется очень сильно. Вот. И у меня есть опыт как набора этого веса, так и борьбы с тем, чтобы это всё исправить. Соответственно, переедание вот приводит к таким сложностям, потому что если мы съедаем больше, чем мы тратим, а так как мы переели уже сил двигаться, сил что-то делать, ничего нет, и, естественно, это всё только откладывается и откладывается, надо приводить к таким последствиям, что потом с этим приходится разбираться и тратить дополнительные ресурсы на то, чтобы это убрать и устранить. Конечно же, я, наверное, никогда не делала бы какой-то вывод или не сформировала мнение о человеке, который выглядит не так, как я представляю, должен выглядеть человек. То есть я не считаю, что все должны быть худыми или каким-то образом конкретно выглядеть. Здесь речь совсем не об этом. Каждый человек знает, как он чувствует себя комфортно и какое комфортное состояние тела должно быть для того, чтобы он мог жить эффективно и выполнять те обязанности, которые есть в его жизни. Вот у каждого человека такое есть. И здесь, конечно, мы можем себе идти на какие-то поблажки и говорить, ну ничего, ничего, здесь ещё вот полкило, килограмм, это вообще ерунда, это мне никак в моей жизни не помешает. Но глубоко внутри каждый из нас знает. Когда смотрят на отражение в зеркале, каждый знает, это лишнее. Но одно дело просто знать об этом. И совсем другое, когда вы начинаете что-то делать, чтобы это устранить. Потому что каждый раз, когда мы что-то делаем вопреки своим установленным нормам, например, переедаем, каждый раз, нарушая вот эту грань, очень тяжело вернуться обратно. То есть мы становимся всё слабее и слабее, иммунитет какой-то этой сдержанности, он становится меньше, и мы всё больше и больше переедаем. И так как желудок, он имеет такое свойство растягиваться, растягиваться и растягиваться, то эти нормы становятся всё больше. А с возрастом метаболизм замедляется. И если кажется, что, ну ничего, я сейчас вот поужинаю, а завтра сделаю побольше физических упражнений, движений и, в общем, всё это уйдёт, то вот эта иллюзия, она приводит к тому, что постепенно рамки расширяются, внешность всё больше меняется, меняется, и наша депрессия и отрезательные эмоции меняются тоже. Потому что от того, как мы видим себя, это тоже может вдохновлять на деятельность, а может расстраивать. Иногда, ну я могу сказать по себе, иногда просыпаешься и смотришь на себя в зеркало, и совсем не хочется ни выходить к людям, ни чем-то делиться, ни что-то рассказывать. А здесь же тонкий момент. То есть можно сказать, что принимать себя нужно таким, какой есть. Или же тело — это только форма, это только оболочка, ведь главное — содержание. И к большому счёту с этим не поспоришь. Но как найти баланс вот этого принятия? И вторая крайность — это вседозволенность. И, наверное, потеря определённой сдержанности и понимания, где твоя золотая середина. Как найти этот баланс? Есть ли на это какой-то ответ? Конечно, диетологи будут давать много интересных советов, люди, которые изобретают диеты, тоже будут давать много интересных советов. Но ведь всё равно у каждого грань это своя. И каждый видит себя по-своему. Соответственно, можно, конечно же, равняться на то, что главное, чтобы человек был хороший, а что внешне, в общем-то, не важно. Но вот по моим наблюдениям это остаётся только в словах. Всё равно человек начинает как-то подправлять свою внешность, казаться, быть кем-то. А зачем казаться, если можно быть таким, каким вы хотите себя видеть? И, на мой взгляд, вот этот принцип умеренности в еде, он, конечно же, очень важен. И если приучать себя к этому, я стараюсь себя приучать к умеренности. Вот опять же, чтобы, наверное, не было мифа о такой идеальности, о том, что у меня всё правильно, или я всё могу. У меня не всегда получается. Очень часто не получается. Будь умеренной в еде. И причём это не значит, что это какая-то вредная пища, нехорошая пища. Я сейчас не говорю, естественно, о невегетарианской пище. Ну и вегетарианская пища бывает не самая хорошая, а те же хлебобулочные изделия или что-то сладкое. Но я считаю, что если есть определённая задача, и в данном случае я себе такую задачу ставлю, разные мои марафоны, когда я проводила жизнь без сахара, нирваны, или какие-то детокс-марафоны, когда я проводила, про голодание, когда у меня был опыт, я стараюсь искать определённый инструмент, и иногда это получается. Мне кажется, что когда человек перед собой ставит такую задачу, иммунитет к несдержанности, он укрепляется. В какой-то степени я чувствую, что сейчас я стала более стойкой, более терпимой, нежели, например, пять лет назад, даже когда я давала себе обеты не есть это, не есть это, по голоданию, я сейчас об этом тоже расскажу. То есть сейчас без обетов и без каких-то сильных ограничений на мой взгляд, вот эта сдержанность и терпимость к различным проявлениям, и в том числе к еде, она укрепляется, увеличивается. И поэтому здесь я могу тоже поделиться, наверное, своим опытом или советом. Если у вас пока тоже есть такая проблема, неумеренность в еде, даже полезной, это возможно преодолеть. Или, по крайней мере, возможно начать, поставить себе цель, задачу, и планомерно наблюдать за тем, как это изменяется. Ещё здесь же хотела сказать, что вот в различных системах здорового образа жизни есть, вот я такое наблюдаю, что люди сначала едят, что хотят, потому что считают, что можно сходить в фитнес, на беговую дорожку или на индивидуальное занятие к тренеру, его погоняют, он сбросит, и можно пойти опять поесть вкусного. Я время от времени наблюдаю такие ситуации, и для себя прихожу к выводу, что это очень странное существование. Это как раз существование из той серии «Жить, чтобы есть». Человеческое драгоценное рождение используется для того, чтобы поесть, что хочу, получить какое-то удовольствие физическое от еды, потом мучиться и, можно сказать, нагружать свои внутренние органы, истощать свои внутренние органы, свои суставы, потому что те нагрузки, которые даются в фитнес-центрах, с одной стороны, можно сказать, что это только на благо, это активность, это двигательная активность, с другой стороны, это всё не настоящая, не натуральная, не естественная физическая активность для человека, искусственно созданная, в связи с тем, что у нас достаточно малоподвижный образ жизни. Но, допустим, даже если на этот момент не смотреть на износ тела, совершенно причём бесполезный и бессмысленный износ тела, потому что человек идёт в фитнес-клуб, чтобы нагрузить тело и потом опять поесть. Вот поразмышляйте, пожалуйста, вам это не кажется странным? Износить тело, чтобы поесть, а потом опять износить тело. И так изо дня в день. Вот я, когда наблюдаю такие ситуации, я не понимаю смысл такой человеческой жизни, но, с другой стороны, и не должна я тоже всё понимать. Тем не менее, если человек, друг такой, послушает всё-таки это выступление, подумайте, пожалуйста, что может быть другой смысл существования в вашей жизни. И если таким образом человек пытается найти какое-то счастье внутреннее или внешнее, какое-то удовлетворение, вот все писания, все жизненные примеры показывают, что это невозможно. Не тратьте остаток жизни на то, чтобы есть, а потом это всё отрабатывать, сгонять, выводить из тела. Просто не тратьте на это время. Это всё равно не даст удовлетворения. Это всё равно будет приводить к горю, печали, разочарованию, расстройству. И третий принцип, о котором я говорила, это простота. И вот в данном случае хочу признаться, что я совсем не кулинар. И когда мне нужно что-то съесть, я или куплю в магазине, в каком-то магазине полезного здорового питания, порой даже какие-то приготовленные блюда, или же приготовлю сама на что-то очень простое, посварить гречку, добавить туда какое-то масло, любое или растительное, или сливочное, и сделать салат. И я думаю, что вот такой рацион, и мне это максимум, что я могу приготовить. Ну и ещё вот я тоже в Инстаграме делаю несколько постов. Это вот, наверное, шедевры моего кулинарного искусства, как это не смешно звучит. Но тем не менее, это так и есть. У меня ребята иногда задают вопрос, когда ты придёшь на обе гивана и что-нибудь приготовишь, потому что у нас уже все преподаватели клуба сходили. Но, честно говоря, мне просто стыдно идти на этот канал, потому что готовить я не умею, и, в общем-то, не очень понимаю, для чего тратить на это ресурсы. Мне именно. Потому что, конечно, женщины, у которых есть семьи, которым нужно кормить мужей, детей, и, может быть, которые просто испытывают от этого определённое эстетическое удовольствие, радость, да, я могу понять, для чего шлифовать, так скажем, эти свои способности. Но в моём случае такой необходимости нет, а самой мне, в общем-то, всё равно, как это выглядит на тарелке. Соответственно, на Веге Уан я не приду, наверное, готовить никогда. Но, тем не менее, я рада, что вот такую альтернативу и рецепты такие ребята дают, показывают, как это всё делается, именно для того, чтобы люди, которые, ну, всё равно тратят на это своё время, и это им интересно, они понимали, что и вегетарианская кухня, и веганская кухня, и сырогическая кухня может быть разнообразной. Соответственно, мой принцип — это простота, и если это какие-то свежие продукты, это тоже по минимуму, потому что что-то тереть, замешивать, из этого изображать какие-то шедевры, тоже у меня не хватает, наверное, фантазии и интереса, соответственно, это всё очень простое. То есть, ещё раз повторю, три принципа моего питания — это сострадание, умеренность и простота. Надеюсь, я здесь смогла пояснить. И дальше хочу рассказать о том, в моём небольшом опыте сыроедения, почему я с этим связалась, и как всё это дело прошло. В 2011 году была моя первая поездка в Тибет, и тогда я ездила с группой Андрея Верба, именно как участник, и это было очень непростое для меня путешествие. До этого я никогда не ходила в горы, не была на такой высоте. Я только-только уволилась из банка, где у меня каждый день я пила по две чашки кофе. И, в общем, рацион питания был такой достаточно вольный. Да, я была вегетарианка, но, тем не менее, я всё равно употребляла много складкого, мучного, то есть много таких углеводов. И, в общем, было непросто. Тело, и, конечно же, когда я проходила кору, в общем, ну, помимо того, конечно, что я использовала лошадь во второй день при подъёме на перевал, но и просто передвигаться в Тибете было очень тяжело. Была сильная дышка, сердцу было очень тяжело. И когда я вернулась, и когда уже встал вопрос о том, что будет вторая поездка в 2011 году, я решила попробовать сыроедни, потому что слышала очень много отзывов, очень много рекомендаций от моих друзей, и просто от людей, кто интересуется и как бы разбирается в питании, как мне казалось. Опять же, авторов книг, вот тогда я прочитала Шиншука, «Сыроедни будет бессмерти». Меня это настолько вдохновило. Я помню, когда я прочитала эту книгу, я не в один день стала сыроедом, нет, а потому что я ещё долго, ну, несколько месяцев я ещё сыр ела тогда. Но я очень быстро сразу исключила все шоколадки, всё сладкое, всё там, что-то печёное, как-то у меня, как рукой смело тогда. И, в общем, я начала очень интенсивно готовиться к этой поездке. И вот сейчас уже точно не помню, в какой месяц, ну, примерно полгода до поездки в Тибет, я начала вот этот свой опыт сыроедения, то есть только сырые продукты. Да, это могли быть салаты, это могло быть что угодно, там, овощи, фрукты, орехи, но никакой варёной пищи и никакой молочки. Вот. Что могу сказать о Коре? Да, ещё, конечно, мы с мамой тогда ходили в лес очень часто, то есть проходили порядка 10 километров каждый день, то есть физическая активность тоже была. Но, вот, когда я приехала в Тибет, ну, во-первых, на самой высоте, у нас был первый пробный подъём, когда мы приезжаем в Сангье, тогда у нас была самочёвка в Сангье, мы ещё ездили в Чимпу, и, в принципе, в Чимпу это высокий такой подъём, ну, во-первых, сейчас я точно не помню, какая высота, но, в общем, относительно высокое что-то в районе приближения уже, там, к 3 по 700, к 4 тысячам, ну, могу сейчас немного ошибаться. В принципе, мне было гораздо легче, я чувствовала, но я чувствовала, что как-то не летаю я, как это описывалось, и как пропагандировалось в сыроедческих кругах, то есть я не чувствовала очень большого прилива сил, я не чувствовала, что организм способен на всё, но в то же время я чувствовала определённую депрессию и упадок, потому что приходилось постоянно контролировать, что есть, что не есть. В Тибете с этим сложно, потому что, ну, даже вегетарианскую пёщу найти, она достаточно однообразная, и всё равно это какие-то приправы, это, ну, приготовленные, опять же, на общей кухне, то есть не всегда так, как ты привык дома. А про сыроедческие, это был просто 12-й год, это сейчас в Алхасе, можно найти всё, что угодно, и фрукты, и овощи, ну, китайские, конечно, но тем не менее. А тогда как-то было не сильно много, и, в общем, чувствовалось постоянно какое-то напряжение в этом плане. Вот. А когда прошло время коры, и я прошла в 12-м году первый день, ну, не сильно легко. То есть вот к концу первого дня, когда мы пришли в гестхаус, я чувствовала некоторое разочарование и страх, что будет дальше, потому что на перевал я никогда не поднималась. В предыдущий год я поднималась на лошади, и я помню, как я на лошади поднималась с огромной отдышкой. То есть здесь мне было страшновато. Сложно сказать, почему мне было тяжело подниматься. Можно, конечно, тоже предположить, что из-за вот этого внутреннего страха, может быть, и дома это тоже шло. Но определённую усталость и тяжесть я чувствовала на протяжении всего первого дня. И на второй день, когда вот пришло время подниматься на перевал, потом спускаться, в общем, это было очень тяжело. И когда кора закончилась, я поняла, что кору-то я прошла. Во-первых, мне было очень тяжело. У меня уже не было вот этой мотивации оставаться сыроедом, потому что я просто потеряла веру в это. На своём опыте я не почувствовала того, что описываю. Я не получила тех бонусов, которые описывали все сыроеды, с которыми я была знакома. А определённое истощение эмоциональное я чувствовала. И это проявлялось, опять же, и в общении с людьми, и в моём внутреннем ощущении. Поэтому, когда я вернулась, я ещё некоторое время оставалась сыроедом, а так как активная деятельность у меня была тогда и по поездкам, и по проведению мероприятий, и нужно было как-то вдохновлять людей, и самой тоже заниматься. Ну, в общем, через некоторое время я начала одни продукты варёные употреблять, потом другие, и, в общем, вернулась к инвентарянству. Поэтому сейчас, когда мне пишут люди, смотревшие мои выступления и пропаганду сыроедения, то есть, с одной стороны, я считаю, что это вид питания неплохой для тех людей, которые каким-то другим образом пришли к выводу, что для них это актуально. Ну, во-первых, это действительно простота. И вы можете не использовать приготовление пищи, вы можете не заморачиваться на все эти кулинарные шедевры. Вот в этом плане, наверное, я разделяю этот подход. Ну, и опять же, если вы приходите к этому, что внутренне вам не нужно ничего варёного, вот как-то внутренне вы это ощущаете, не потому что тот или иной диетолог или же доктор сказал, что вот здесь все микроэлементы, то, что нужно внутренним органам, это живая пища и так далее. То есть, в это поверить легко. И если ваш организм на это отзовётся, и действительно вы не будете чувствовать внутреннего сопротивления и разочарования в том, что вы выбрали и решили, наверное, это ваше. Если сейчас вы на сыроиднии, а при этом другим людям с вами так же интересно и комфортно общаться, это замечательно. Но вот большинство сыроидов, которых я встречала, это люди, озабоченные питанием, это люди, постоянно жующие, постоянно ищущие, чтобы съесть полезного. И это выглядит со стороны достаточно комично. У меня есть один, можно сказать, друг, который достаточно позитивный на сыроиднии. Он невероятно позитивный и с широким кругозором. Это человек, который никого не принуждает, не настаивает и не высмеивает тех, кто ест варёные продукты. Но в то же время, наблюдая за ним в поездках, я всё равно наблюдаю, что и он постоянно что-то жуёт и ищет какие-то продукты. То есть, когда сыроеды заходят в магазин, это начинается очень необычное представление. Мне кажется, что всё-таки мы едим, чтобы жить, а не живём, чтобы есть. И получается, что когда сыроед заходит в магазин, он начинает искать вот эту вот самую полезную, важную еду для себя и тратится на это колоссальное время. Вот эти закупки на торговых рынках, когда чуть ли не камазами ведутся овощи и фрукты, чтобы сделать смузи и соки. Я, наблюдая за этим, не понимаю, в чём смысл. Потому что, с одной стороны, тело не нужно загружать лишней едой. И, конечно же, в этом плане я сама ещё не достигла, наверное, такого уровня, чтобы об этом говорить, потому что умеренностью в еде я не могу похвастаться. И, с другой стороны, у меня нет её чрезмерной употребления пищи. Но в то же время я знаю, что такое переедать. Я знаю, какая-то проблема. Я знаю, как тяжело с этим справиться, потому что, ну, по крайней мере, тем людям, которые поесть любят. И вот в данном случае вопросов нет. Но, когда человек пытается в своё тело загрузить как можно больше полезных элементов, у меня вот так, таким людям вопрос. Вы собираетесь жить вечно? Или вы собираетесь жить долго благодаря какой-то пище? И насколько это возможно? Неужели такие люди думают, что они точно знают, сколько им отведено в этом мире жить? Вот вы сейчас тратите время на то, чтобы камазами себе привозить, я утреваю, конечно, при камазе, привозить себе много фруктов, овощей, делать эти соки, что бы ещё, сыроедческие торты, а тоже там невероятное количество орехов, на которые идёт. Для чего? И здесь хотелось бы немного сказать о непостоянстве. Мы не знаем, когда закончатся наши жизни и не знаем, сколько нам ещё осталось жизни в этом теле. Это может быть последний день, сегодняшний день. Насколько мы хотим провести его приготовление какой-то полезной пищи, заготовление вот этих всех припасов, которые спасут и сделают нашу жизнь безопасным, а наше тело сможет существовать так долго, как мы себе его не нафантазировали. Насколько это всё нами контролируется. То есть, если вы можете видеть будущее, и это не просто ваши фантазии, которые привиделись во сне или как бы в медитации, а вы действительно человек настолько сведущий, настолько продвинутый, вы понимаете, что вам осталось столько-то времени, столько лет, тогда, конечно, это имеет смысл. Но если нет, все эти приготовления, они могут быть бесполезными. И насколько рационально и мудро тратить драгоценную жизнь, человеческую жизнь на то, чтобы вот с этим всем морочиться. А с другой стороны, когда люди смотрят вот на эту же часть непостоянства, и думают, а всё равно неизвестно, сколько мне отмерено. Другой жизни не будет. Всё сегодня, всё, что есть сегодня, то и нужно использовать прямо сейчас. И порой такое отношение приводит к совсем обратной реакции. И человек, помимо того, что он может употреблять самые разные продукты, опять же, с какой целью, сложно сказать, но чаще всего для получения удовольствия, для каких-то сильных радостей. Но в данном случае человеку нужно задуматься о другом. Непостоянство действительно существует, и мы не знаем, сколько нам осталось. Мы думаем, что это пара дней, а если нет? И если нет, и это несколько лет, то всё, что мы сейчас употребляем, всё, что мы применяем к себе и делаем с собой, со своим телом, как ниаккуратно мы с ним обращаемся, как мы его используем, от этого всего нам придётся страдать. И в данном случае тело, оно очень выносливое. Если в силу определённых обстоятельств нам в этой жизни предстоит жить ещё достаточно долго, то вред телу, который мы приносим, мы сами будем от этого сильно страдать. Будет страдать сердце, будут страдать другие внутренние органы. А когда тело болит, я думаю, что те, кто слушает сейчас меня, хотя бы раз в жизни испытывали какое-то дискомфортное физическое ощущение. То есть любая царапина нам приносит сильный дискомфорт. Подумайте, если у вас постоянно болит печень, или постоянно болит какой-то другой внутренний орган, или же там суставы болят, какую боль, дискомфорт это причиняет в вашей повседневной жизни, в вашем обязанности. И вот в данном случае нам нужно просто находить золотую середину. На мой взгляд, не нужно гоняться за бесконечными полезными веществами. С другой стороны, не нужно себя отравлять. Я пытаюсь для себя найти золотую середину, чтобы это соответствовало принципу сострадания, принципу умеренности и простоты. Тогда это экономит время, и тогда на питание отводится небольшое время. Тело говорит, когда ему нужна пища. И когда мы действительно голодны, нам, в общем-то, всё равно, что есть. Не нужны какие-то изысканные блюда, не нужна особая сервировка. В общем-то, это не важно. И здесь важно просто себя сдерживать и стараться обращать внимание именно на какие-то другие интересы, не на питание. Не искать в питании удовлетворения своих пристрастий, привязанностей и не пытаться, наверное, получить вот эти маленькие радости жизни. Я рассказала о своих поездках в Тибет, и вот ещё хочу несколько слов сказать о том, что для подготовки к поездкам в Тибет вот на текущий момент, после много уже прошло этих поездок, сейчас уже 2020 год, были разные туры, разные люди, я наблюдала за участниками, за тем, как кто готовился, и если будет актуально рассказ о том, как подготовиться к поездке в Тибет и что нужно на самом деле, я тоже могу сделать такое выступление, пожалуйста, пишите где-то в комментариях или мне в соцсети, я постараюсь рассказать именно о своих наблюдениях и опять же своём взгляде, потому что какой-то абсолютной аргументации или абсолютного совета, какой-то статистики здесь себя привезти тоже не смогу, но, может быть, опыт будет полезен тем, кто планирует подобные поездки. Ещё несколько слов скажу про умеренность в еде, почему это важно. Здесь не существует каких-то золотых стандартов, и, с одной стороны, есть определённые навязывания стереотипов, как должна, например, женщина выглядеть, хотя и мужчины, я так понимаю, тоже сталкиваются с проблемой и в какой-то степени начинают стесняться своего внешнего вида, там, живота или же, может быть, каких-то других проблем с телом, есть определённые стереотипы навязаны. Вот в этом плане очень интересный фильм «Москва-2017», когда был навязан стереотип полного человека через рекламу, через другие средства стимуляции к внешности, и вот очень можно пронаблюдать хорошо это. В принципе, вот сейчас у нас происходит нечто подобное, когда прививается практически людям на такая идея, что, ну, главное, чтобы человек был хорошим, для хорошего человека должно быть много. Я надеюсь, что вот эти мои слова будут восприняты верно. Я никогда не сужу и не делаю спешных выводов о человеке по внешности. И, на мой взгляд, люди внутри, они все добрые, хорошие, интересные, и внешность здесь не показатель и не первостепенно. Внешность, я имею в виду лишний вес или какие-то проблемы с телом, в большей части доставляет проблем и сложностей самому человеку. Потому что, как бы мы не вели себя и не позиционировали, что для нас это не главное, для нас главная внутренняя красота, насколько мы внутри с этим согласны. Я об этом практически во всех выступлениях говорю. если вы сами так считаете, то другие люди будут считать точно так же. То есть, это будет передаваться, ну, наверное, даже и без слов это ощущается, когда человек просто уверен и гармоничен вне зависимости от внешности. Его невозможно спить с пути, со своей цели. И почему он так выглядит, опять же, это может быть просто какие-то нарушения. То есть, когда я вижу полного человека, я не делаю выводы, что он просто объедается по ночам и неумерен, не сдержан. Это может быть просто какие-то заболевания, сложности. И в данном случае мы можем с вами еще раз убедиться в работе законов причин и следствия. И это может быть связано не только с этой жизнью. Почему люди рождаются, кто-то с хорошим метаболизмом, а кто-то нет. Да, вы скажете, это гены. Ну, а гены, почему у этого человека такие, у этого другие? Почему у этих родителей такой ребенок, у других другой? И, на мой взгляд, аргументация закона причин и следственные связи здесь работает как раз очень хорошо. Поэтому, на мой взгляд, страдают большей части сами люди. И вот, когда я училась в институте, у нас была высшая математика, которая вела женщина очень полная. Но она настолько была харизматична и интересна. и вот это те занятия, которые я посещала с невероятной радостью. Хотя я никогда не любила высшую математику и у меня совсем не было к ней способностей. Но слушать ее лекции на любые темы, она и о жизни нам рассказывала, и рассказывала эти лекции, конечно, слушать ее было невероятно интересно. И, конечно же, было видно, что ее вес приносит ей дискомфорт именно в плане движений, то есть это ограничивает ее в жизнеспособности. но она никогда не была какой-то стеснительной или ограниченной. То есть человек был полноценный, интересный и с ним очень хотелось пообщаться. Поэтому, на мой взгляд, в большей части страдают сами люди, у кого есть проблемы с весом, а каждый человек сам знает, какой вес для него лишний, я об этом уже говорила. И, конечно же, человек не может полностью раскрывать, наверное, свой потенциал, который у него есть, или заниматься теми делами, которые ему интересны. Несколько слов хочу добавить о том, хорошо быть полным или худым. Как вообще правильно, как нужно выглядеть, худеть или не худеть, где, в общем, моя золотая середина. Вот мне кажется, если человек таким вопросом задается, ему нужно себе ответить, невозможно понравиться всем. Всегда будут люди, которые имеют несколько другое представление о красоте, о том, какой вес, на какой рост и так далее. И здесь очень важно, насколько человек чувствует себя полноценным и гармоничным, но только очень тонкий момент. Не то, что он себе как бы представил, навязал, что-то посмотрев, кого-то послушал, а то, как он чувствует во время выполнения своих обязанностей или в своей повседневной жизни, чтобы вес не мешал ему в жизни. Если человек с сильной одышкой, когда он уже теряет возможность движения, но тем не менее он смотрит в зеркало и, в общем-то, себе нравится, это, наверное, крайность. Если человек считает, что зачем ему эти движения, в конце концов, ведь есть телевизор, есть газеты, есть какие-то компьютерные игры, в конце концов, другие развлечения и удовольствия, ну, скорее всего, такой человек не будет смотреть это видео. Но если всё-таки смотрят, подумайте о том, что в мире существует невероятное количество интересных вещей, которые дадут вам глубину, полноту и смысл жизни, если вы уделите этому своё внимание, если вы просто посмотрите на то, какой удивительный, необычный мир, который вас окружает. для того, чтобы это увидеть, конечно же, нужно отвлечься от всех тех гаджетов или же всего того информационного мусора, который мы в себя можем загружать при вот этой запутанности или же высоком уровне невежества. Соответственно, возвращаясь к разговору о том, ну, как же, каким же нужно быть, худым или толстым, и где эта моя мера, в первую очередь нужно определиться с собой, какое тело помогает вам эффективно жить, эффективно жить вашей жизнью. И вот эти вещи уже принимать себе, рассматривать или как-то себе объяснять, с этим жить, поддерживать. А почему люди начинают или стремятся выглядеть как-то, как диктуют мода, журналы, как диктуют фильмы. А порой мы даже не обращаем внимания, насколько это на нас влияет, но тем не менее подсознательно начинаем покупать одежду на размер поменьше, пытаемся похудеть к весне, к лету и так далее. То есть это же всё равно в какой-то степени свойственно, когда мы думаем, ну вот мы будем выглядеть не очень, этот ракурс у меня лучше, а с этого ракурса меня не снимайте. Зачем? Почему так важно, что скажут и подумают другие? Почему для вас это важно? Есть ответ на такой вопрос? Ведь другие люди увидят, оценят, подумают и через минуту забудут. Все вот эти впечатления, которые люди пытаются производить друг на друга, эти стереотипы, которые пытаются формировать друг от друга, иллюзии, они же очень временные. Это мгновение, такой момент или мгновение славы. А что потом? Представьте, вы худеете к лету или к весне, к этому отпуску долгожданному, а тут раз и карантин. Что же делать? Это такая крайняя мера, но тем не менее, раз и не оценили, раз и не смогли вы одеть эти ваши новые вещи, купальники или что-то приготовили. и что вы будете страдать, расстраиваться и ваше счастье под угрозой. То есть это такая странная причина, странная аргументация. Почему же тогда нужно выглядеть как-то особенно? Почему нужно подстраиваться под чьи-то интересы, под чьи-то модели или чьи-то стереотипы? Мне кажется, что очень хорошо каждому человеку об этом подумать. Это в любом случае добавляет определенной осознанности. и на мой взгляд это тоже аналитическая медитация. Это тоже такой вопрос для размышления. А почему вы хотите выглядеть как-то конкретно? На мой взгляд хорошая аргументация и ответ, что такой вид способствует эффективной жизни в каждом конкретном случае. Но и здесь опять же золотая середина, потому что с одной стороны истощение это невозможность выполнения того, чего вы хотите делать и чем вы хотите заниматься. С другой стороны избыток это постоянная борьба, постоянное недовольство собой, это тугоподвижность. Опять же, так как я провожу занятия по хатха-йоге, порой люди не могут выполнить какие-то скручивания или же какие-то элементарные положения, потому что у них очень много лишнего на теле. То, что им не нужно. Вот объективно просто не нужно. Дело даже не в красоте эстетичности в внешнем виде это просто лишнее. Не потому, что кто-то о вас что-то плохое подумает или подумает, что вы не очень красивый, для чего, что тоже это отдельный вопрос, но это просто лишнее. и когда человек посмотрев на себя поймет, что ну а зачем я буду есть много или очень много калорийного, если это лишнее. Я займусь лучше чем-то другим, что мне тоже интересно, что мне доставляет радость, но не буду помещать внутрь себя все эти продукты, которые просто отложатся в лишние килограммы. Может быть такая аргументация, вот эти причины они помогут принять правильное решение и направить внимание и энергию на какие-то другие идеи и занятия, которые с одной стороны будут развивать, с другой стороны увлекать и станут противоядием от переедания и различных других омраченных состояний. Одно дело, как мы сами видим себя, и другое, как другие люди видят нас. Если мы видим в человеке что-то очень позитивное, доброе, открытое, и нам хочется с этим человеком общаться, на мой взгляд, это говорит только о том, что это есть внутри нас. Или же это вот-вот готово проявиться. Соответственно, если вдруг у вас такое возникает, такое чувство, такие эмоции, это нужно развивать и культивировать, и всегда, когда есть возможность зарадоваться другому человеку, тоже нужно это не сдерживать и максимально в себе развивать и поощрять. Так как считается в разных традициях саморазвития, что когда мы сорадуемся другому человеку, качества, которым мы сорадуемся, они проявляются в нас и умножаются многократно. Я надеюсь, что эти слова вы запомните, и каждый раз, когда будет возможность проявлять сорадование, это проявлять. Это очень хорошее вложение энергии и мысленного потока. Сейчас несколько слов хотела сказать о том, почему мы едим то, что нам не надо. Такие ситуации бывают, что мы понимаем, что это совершенно неполезный продукт. Какая-то, например, булочка или шоколадка или что-то такое, что мы понимаем, что по большому счету от этого будем чувствовать все не очень хорошо. Ну и телу это не надо, но все равно это едим. Почему так бывает? Существует много разных мнений. я встречала такое, что, например, когда вы хотите, по-моему, сладкого, вам не хватает кальция, и вам нужно съесть кунжут, и все пройдет. Или с молоком такая же ситуация. И предлагается есть кунжут на просто какие-то космические объемы, для того, чтобы восполнить в организме весь этот недостаток. тоже для меня подобная аргументация довольно комичная, и это все относится к тому, что я рассказывала ранее. Эти люди собираются жить вечно, а они уверены, что это в их компетенции. Для чего восполнять в теле все вот эти вещи, и насколько это может действительно избавить от той причины, которой человек толкает есть продукты, которые неполезны. На мой взгляд, эта аргументация просто сомнительная. Поэтому люди, которые принимают решение, становятся ли им сыроедами или веганами, мне кажется, срываются или испытывают проблемы, потому что они верят в эти концепции, что вот я съем ведро кунжута, и у меня какие-то вещества появятся, которые мне дойдут в какую-то силу, или с кожей проблем не будет, и в общем все мои проблемы решит. На мой взгляд, это такой костыль, который может сработать, может не сработать, но если он сработает, то не потому, что это было действительной причиной. Второе объяснение, которое мне гораздо ближе, это концепция того, что у каждого человека есть определенное количество омрачений, и каждый стремится к тому, что приятно, и не пускает в свою жизнь, отталкивает то, тянет потому, что мы стараемся свою жизнь сделать полноценной, полной, нам кажется, что это даст нам определенную гармонию, можно сказать, даже счастье, и каждый раз вовлекаясь в это, каждый раз употребляя какую-то пищу, в какой-то степени, наверное, мы чувствуем приятные ощущения, хотя бы в первый момент, и это дает определенный сигнал, и определенный отпечаток оставляет нашим сознанием. Соответственно, каждый раз, когда мы это делаем, опять же, мы ослабляем нашим амметитом осознанности или сопротивляемости, потому что нам на самом деле не нужно, и на самом деле никакую полноту и гармонию это в жизнь не внесет. Но вот эта иллюзия, и даже не то, чтобы иллюзия, это отпечаток, который оставляется, каждый раз употребляя какой-то продукт неполезный, мы оставляем отпечаток. Даже если вначале чувствуем что-то приятное, то потом все равно это уходит. Ведь если бы, например, от какого-то продукта мы испытывали удовольствие постоянно, и вот это качество приносить удовольствие в жизнь, это было бы качеством этого продукта. Тогда чем больше мы съедали, тем счастливее мы бы становились. Давайте представим, вот у нас есть какое-то пирожное, мы его очень любим, и мы мечтаем об этом пирожном. Первое употребление первый кусочек приносит нам какое-то приятное чувство. Это чувство оставляет отпечаток в нашем сознании, мы запоминаем его, но тем не менее, когда мы продолжаем есть пирожное, возможно, мы чувствуем это приятное ощущение, мы заказываем себе еще, но чем больше мы едим, тем больше мы испытываем, ну, кто-то муки совести, а кто-то просто наполнение или, может быть, даже отторжение, мы чувствуем, что никакой радости уже нет. А в то же время, через неделю, если вдруг какие-то события нам напомнят об этом пирожном, мы снова захотим и вспомним именно тот первый отпечаток, савскара это называется, в сознании это проявится, и, соответственно, уже, если мы это допустим, вот это воспоминание, если мы в него погрузимся, то нас ничто не остановит от того, чтобы это пирожное найти, съесть и опять же почувствовать муки совести. Вот обычно это так работает, я здесь привела пример с таким продуктом, но вы можете подставить все, что угодно, соответственно, вот так работают наши омрачения. И омрачения связаны с состоянием невежества. Вот тут вопрос, а как появляется невежество, как заметить, обнаружить в себе появление этого качества или же этого яда ума, если у нас существует три яда ума основных, согласно учению Будды, это гнев, это привязанность или страсть и вот невежество. То есть присвоение или же обозначение вещей такими, какими они не являются. Присвоение вещам тех свойств, качеств, которыми они не обладают. Вот пример с пирожным был таков, нам кажется, что оно содержит в себе вот это вот чувство счастья, умиротворения, полноты. И когда мы в себя это погружаем, мы должны, в общем-то, тоже становиться полнее, удовлетвореннее, счастливее. Но тем не менее, чем больше мы едим, тем больше разочарования у нас в этом появляется, соответственно, нет у него этого качества. И изначально, когда мы о нем вспоминаем и присваиваем ему это, это наш взгляд на него, это наше невежество. Вот как обнаружить, что невежество появляется. Гнев мы можем в себе заметить при достаточно долгой практике концентрации обнаружается практически заранее. вы уже видите факторы, которые могут привести к тем или иным событиям в вашем внутреннем мире. С привязанностью или страстью тоже можно, опять же, при практике. А как же невежество обнаружить? И вот по этому поводу я слышала очень интересное объяснение одного буддийского учителя лекции. Он рассказывал, что ходил к своему учителю для того, чтобы получить ответы на некоторые вопросы. И когда у него такая возможность появилась, он задал ему вопрос о том, как появляется невежество. Что учитель ему ответил? Это очень просто. Когда ты выходишь из самадхи, ты сразу попадаешь в состояние невежества. И, конечно, с невежеством можно справиться, и об этом говорят различные писания, тексты учения Будды, но для этого существуют более глубокие методики развития мудрости, развития сострадания, и, конечно же, просто одним обозначением наблюдения или же о том, тем, что мы просто знаем, что невежество есть, и мы себе как-то это отметим, и оно как-то пройдёт, растворится. Так, к сожалению, не получится. И в целом, конечно, практика медитации, она помогает сделать наш ум однонаправленным, когда мы замечаем какую-то проблему, какое-то ограничение, когда мы полностью концентрируемся своим умом на этой проблеме и можем её исследовать с разных сторон. Соответственно, вот эта вот концентрация, она помогает добиваться определённой стабильности, делать ум устойчивым к вот этим отвлечениям, соблазнам, и тогда результат может проявляться. На данном случае, опять же, я опираюсь сейчас в большей части только на свой пример, потому что может быть субъективно, но то, за что можно точно отвечать. это не удаётся возможно сделать на сто процентов, как мы это иллюзорно себе представляем, читая духовную литературу, когда нам кажется, что вот то, чего достиг тот же миларепа, это посиди в пещере пару лет и всё будет. Но некоторые продвижения, некоторую устойчивость и стабильность можно обнаружить, когда вы начинаете чувствовать успех, чувствовать и получать, действительно, переживать определённый успех или продвижение, закрепление практики медитации. То есть вы можете концентрироваться на чём-то уже достаточно длительное время без появления мыслей, без появления отвлечений. Длительное время, я не говорю о часах, я говорю о гораздо менее продолжительном времени, ну хотя бы о нескольких минутах или же другом подобном промежутке времени. Но если вы это ощущаете в практике медитации, то в повседневную жизнь это тоже удаётся включать. Когда появляется определённое отвлечение или соблазн, вспомнив об этом своём ощущении в медитации, или же иногда это проявляется спонтанно, вы можете просто отвести ум в другое, перевести, перенаправить, переключить ум на другое. И вот в данном случае это такое житейская наверное польза, житейская польза медитации, которая может быть аргументацией, зачем этим можно заниматься. И сегодня так уж разговор зашёл о питании, но по большому счёту наши эмоции, которые мы проявляем, они ещё более вредны, чем то, что мы погружаем себя с пищей. Если пища отравляет наше тело и делает нашу жизнь всё короче, то эмоции, которые отрицательные эмоции, которые мы можем испытывать, они отравляют всю нашу жизнь и все наши будущие жизни. То есть вот гнев считается самым таким опасным и страшным ядом для нас. И гнев не только, когда мы это проявляем в поступках, но и когда мы проявляем это в словах или мыслях. Когда кто-то нас раздражает, выводит из себя, а сейчас в наше время перемен, это достаточно часто может происходить, потому что люди разделились на два лагеря, кто маски носит и кто маски не носит. И они одинаково друг друга раздражают порой. Соответственно, все, что мы испытываем внутри, оно еще более страшно, нежели мы помещаем себя. И об этом, наверное, стоит дополнительно поговорить. Может быть, обязательно соберемся и обсудим, что делать с эмоциями. Но еще раз вернусь, в принципе, для всех подходит это однонаправленная медитация, работа с дыханием. И это не какая-то аутентичная практика, на которой нужно получать передачу. Существует и описание в литературе, существует и выступление в буддийских наставниках, или же, если вам ближе учение йоги, можно там это тоже посмотреть. И главное выделить себе время на регулярную практику. Про регулярную практику я надеюсь, мы с вами еще как-нибудь соберемся и пообщаемся. и тоже я расскажу, что мне помогло, например, сделать о более податливом, спокойном для повседневной жизни и для того, чтобы выполнять определенные обязанности в повседневной жизни, в то же время не чувствовать постоянное истощение внутреннее и перегорание. Я и сама сталкиваюсь очень часто с угоранием, с тем, что вот ты что-то делаешь, делаешь на подъеме, а потом чувствуешь себя просто разрушенным, разваленным, разбитым. Еще интересную формулировку я встречала про следование желаниям в книге Ламы Сопе в Кустхарме. Он там приводит свою трактовку Цанкапы из Ламрима и говорит следующее. «Мы следуем желанию в надежде обрести удовлетворение, но следование желанию ведет лишь к неудовлетворенности». Размышляя об этой фразе, я внутри получаю такой сильный отклик, и мне кажется, что это такая важная тема для аналитической медитации, если кто-то подобное практикует. Предполагаю, что это тоже может быть с очень большой поддержкой, если у вас есть сильная привязанность к каким-то продуктам, которые вы знаете, что вредны, но не можете ничего пока с этим поделать, это не пройдет сразу, но тем не менее, возможно, ум станет сильнее, стабильнее, и в момент принятия решения вы сможете сделать тот выбор, который не будет разрушать ваше тело и не будет, опять же, разрушать вашу психическую натуру. На этом я бы хотела завершить наше общение в этом выступлении, я рассказала все, что хотела относительно моего опыта в питании, надеюсь, это было полезно и какие-то ответы для себя вы нашли. Если же остались вопросы или же появились какие-то мысли или идеи относительно того, о чем я рассказывала, пожалуйста, пишите в комментариях, я буду рада сделать еще какое-то выступление или запись относительно этого. Или же продолжим в следующий раз общаться на тему регулярной практики йоги и каким образом это может помочь нам организовать как свое питание, так и отношение к питанию или же ко всем внешним отвлечениям, которые тоже формируют наше жизненное восприятие. Я очень рада, если эти выступления помогают кому-то вставать на путь йоги, саморазвития, осмысленности и учат контролировать свои эмоции и свое внутреннее состояние. Я верю в то, что то, как мы чувствуем себя внутри и позиционируем или же проявляем в этом мире, а влияет на то, что мы видим вовне, какую реальность мы видим. Я рассказывала об этом в одном из прошлых выступлений и очень может быть, если вы, вступив на путь саморазвития, когда вы начинаете более осознанно подходить к тому, что вы думаете, говорите и делаете, и вы видите, что действительно реальность отвечает вам тем же, насколько вы добросердечен, сострадателен к окружающим вас предметам, людям или же событиям, настолько и вселенная или же реальность отвечают вам тем же. Вот если вы уже сталкивались с такими ситуациями, что было одно, стало другое, обязательно тоже делитесь этим в комментариях, потому что это и для меня очень большая поддержка и опять же вдохновение для следующих выступлений и общения. И для тех, кто пока еще не получил доказательств, что это работает. Для них это тоже будет большой опорой. Благодарю, что оставались до завершения этого видео. Вам желаю успехов в практике йоги, саморазвития и до встречи в следующих эфировах.